Почти год назад я записал видео про Фримена Дайсона и обещал поговорить о его теории возникновения жизни. Прошло много времени, много событий случилось. К сожалению, Фримен Дайсон успел уже скончаться. Вот его работа, о которой я хотел поговорить. Origins of Life. Возникновение жизни. Дайсон не первый физик, кто об этом размышлял. Смотрите, Эрвин Шрёдингер даже. Унёс свой вклад в эту область. Ещё до открытия молекулы ДНК. Да, я хочу сразу оговориться. Маленький дисклеймер. Я нисколько не специалист в биологии и в теории Дарвина, поэтому всё, что я сейчас скажу, это просто мои мысли вслух. Дайсон тут сначала делает обзоры, какие вообще существуют теории возникновения жизни. И несколько таких теорий известно. Капельные теории, так называемые, опарин, русский учёный, считал, что сначала возникли клетки, потом энзимы и потом гены. Сейчас более популярная теория генетическая, что сначала возникли гены, эйген и другие. Сначала гены, потом энзимы, потом клетки. Ну и ещё одну перестановку можно сделать. Получится, что сначала энзимы возникли, потом гены, потом клетки. Как мы знаем, если убрать хотя бы одну из этих трёх составляющих, то ничего самокопироваться не будет. Клетка не будет самовоспроизводиться без ДНК. И ДНК не будет воспроизводиться без клетки. К тому же эта самая молекула ДНК не может воспроизводиться без всяких энзимов, которые сейчас присутствуют в клетке и которые, что самое удивительное, кодируются самой же этой ДНК. И получается проблема, типа, что первично курица или яйцо, что сначала возникла ДНК или какая-то другая молекула, которая могла сама себя копировать. Или сначала были прототипы клеток, какие-то капельки. Как я уже сказал, сейчас более общепринятая теория, что всё-таки сначала возникла молекула, которая могла сама себя копировать. Но, как здесь рассказывает Фримен Дайсон, данной точке зрения противоречит такая штука, называемая «катастрофой ошибок». Надо сказать, я вообще впервые об этом услышал здесь от Фримена Дайсона. Тема, которой практически не уделяется внимания нашими популяризаторами в данной области – Дробышевским, Антропогенесс и прочее. Но это оказывается фундаментальный результат. Манфред Эйген, о котором сегодня пойдёт речь, нобелевский лауреат. Он специализировался на исследовании быстрых химических реакций. Ну и всё, что протекает в клетке – это быстрые химические реакции. Он за их исследование получил нобелевскую премию. Исследуя, что же происходит в клетке, он выяснил, что получается так, что эта самокопирующаяся молекула не могла возникнуть просто сама по себе из ниоткуда. Как обычно начинается в книжках Докинза, например, и других популяризаторов, и наших научпоп-блогеров, которые озвучивают книги Докинза. Всё началось с того, что появилась молекула, которая могла сама себя воспроизводить, копировать. И с тех пор вступила в ход Дарвиновской эволюции, и всё пошло, как мы знаем, по Дарвину. Но Манфред Эйген показал, что не могло такого быть. Мы знаем, как сейчас разрешается проблема курицы и яйцо. Ни курица, ни яйцо не возникли изначально. Ничто из них не является первым, а процесс эволюции плавно протекает маленькими шажками, маленькие мутации и естественный отбор. Ну и, казалось бы, можно разрешить и проблему возникновения молекулы ДНК таким же образом. Ну пусть она сейчас не может копироваться вне клетки, но раньше какая-то молекула, более упрощённая версия того, что мы сейчас имеем, она всё-таки могла самокопироваться. И дальше она эволюционировала в то, что мы сейчас имеем. Но Манфред Эйген показал, что это невозможно. На планете Земля присутствует традиционный фон естественный. И эта радиация, она приводит к тому, что при копировании, даже допустим, что если такая молекула существовала, в процессе копирования всегда неизбежно возникновение ошибок. Всякие гамма-кванты, нейтроны и другие частицы всё время окружают нас, пролетают, и во время копирования, если выбьется какой-то электрончик или ещё что-то, произойдёт ошибка, и ДНК скопируется не со стопроцентной точностью. Это может привести к раку и к другим проблемам. Эти ошибки несут с собой, конечно, негативную роль, но естественный отбор играет в противовес этим ошибкам. В процессе естественного отбора выживают те особи, у которых этих ошибок не было, остальные умирают от раков и генетических болезней, а выживают только сильнейшие. Получается как бы две составляющие. С одной стороны, радиационный фон, который вносит ошибки, с другой стороны, естественный отбор, который их убирает в процессе эволюции. Эти два процесса всё время конкурируют, но если радиационный фон будет достаточно велик, то естественный отбор не сможет его компенсировать. И произойдёт такое, что просто популяция не сможет поддерживать своё существование. Она вымрет. И Манфред Эггин это детально проанализировал. Вот на Вики есть тоже страничка «Порог ошибок». Но эта область настолько неизвестна, что даже перевода на русский нет. Здесь как раз рассказывается про парадокс Эггина. И приводится такая вот картинка, что как только ошибок слишком много возникает, популяция всё умирает, падает к нулю. Не может воспроизводиться особь. Ну, вроде бы логично даже на интуитивном уровне. Но и Манфред Эггин посчитал, что такое произойдёт, когда молекула будет нести всего лишь 100 бит информации. Это не так уж и много. Молекула, которая несёт больше, чем 100 бит информации, слишком длинная, и вероятность возникновения ошибок при копировании в ней будет больше, и она не сможет преодолеть этот порог. Но 100 бит, в свою очередь, недостаточно для того, чтобы молекула смогла копировать саму себя. Это слишком мало информации, чтобы закодировать всё это самокопирование. И возникает парадокс, который, в отличие от парадокса курицы и яйцом, не преодолевается в теории Дарвина. Сейчас мы имеем молекулу ДНК, которая копируется в клетке. А там тысячу всяких ещё белков, энзимов, которые исправляют ошибки, да и сама молекула ДНК на из двух. Она из двух комплементарных нитей состоит. Если в одной возникает ошибка, исправляется всё по-другой, и там прочее. Много всяких механизмов исправления ошибок существует. Если же предположить, что дарвиновская эволюция действовала с самого начала зарождения жизни, то получается, существовала какая-то молекула, очень маленькая, но которая могла сама себя реплицировать. Но парадокс Эгена состоит в том, что она не могла существовать. Радиационный фон препятствует этому. Как только молекула становится больше 100 бит, 100 аминокислот содержит, то ей нужен какой-то механизм для исправления ошибок, откуда он мог возникнуть. И поэтому мы не видим сейчас в природе таких молекул, которые сами себя копируют вне клетки, не потому что они вымерли, а потому что их просто не могло существовать. В этом интересный парадокс, на который наши популяризаторы почему-то вообще не обращают внимания. У Фримена Дайсона есть книжка «Истоки жизни». Сам Манфред Эйген, как я уже сказал, это нобельский лауреат. Это не фрик какой-то, его работы общепризнаны. И никто не нашел разрешение его парадоксу. Конечно, сам Манфред Эйген высказывал теории, как возникла жизнь. Гиперциклы у него тут есть. Ну и как и Фримен Дайсон высказывает свою теорию. Я не буду на ней останавливаться. Вы можете увидеть Манфред Эйгена вживую. К сожалению, он тоже недавно умер. Но сейчас лидирующей является гипотеза мира РНК. Когда считается, что да, они ДНК были, до ДНК были РНК, которые самокопировались, до них какие-то были еще более маленькие молекулы. Но опять же, как я сказал, это никак не снимает парадокс Эйгена. Не могла посредством Дарвиновской эволюции эта молекула развиться путем маленьких мутаций. Да, кстати, я знаю, что на Вики плохо ссылаться. Не все, что написано в Вике верно. Много плохих статей. И вот гипотеза мира РНК это пример плохой Вики статьи. Конечно, в ней упоминается Манфред Эйген. Его нельзя не упомянуть, потому что он сам проводил эти эксперименты в лаборатории, когда в пробирке пытались получить молекулу самокопирующуюся из неорганических веществ, получить органические. Ну да, удалось получить аминокислоты, но самокопирующуюся молекулу так и не получилось. И Манфред Эйген как раз объяснил, почему это невозможно в принципе. И самосборка РНК происходит только в присутствии всяких репликаз, которые и кодируются этой же самой ДНК. То есть опять же, курица и яйцо получается. Но помимо Эйгена здесь еще упоминается Манфред Ейген. Составители этой статьи Вики даже, наверное, не в курсе, что это один и тот же человек. Год назад я заметил эту опечатку, и до сих пор она здесь присутствует. Похоже, все, кто вносили какие-то правки в статью, не озаботились даже ее прочтением целиком. Парадокс Эйгена практически нигде не упоминается. Если вот погуглить, мы вообще ничего не найдем. Я вот нашел только книжку «Логика случая» Кунина Евгения, известного ученого. Вот его интервью изданию N+.1. Ну и по сути, это все больше нигде не упоминается. Такая, казалось бы, фундаментальная проблема. Почему у Докинза и у всех популяризаторов все начинается с возникновения самоповторяющейся молекул, когда ее вероятность возникновения просто случайно. Она равна нулю, потому что она должна тысячи бит информации содержать. Она должна быть большой, она не может просто так случайно образоваться. А с другой стороны, она не могла путем дарвиновской эволюции возникнуть, потому что как только такая молекула будет превышать 100 бит, она не будет самокопироваться. Да и такая маленькая молекула в 100 бит она не может самокопироваться. Слишком маленькая для такой сложной задачи. У Манфреда Эйгена, кстати, есть научно-популярная книга «Игра жизни». Всем рекомендую. Ну, Кунин, известный ученый, в США сейчас работает, и единственный, по сути, кто обращает внимание на эту проблему, наши популяризаторы, Дробышевский, Соколов с антропогенезой, другие, как я понял, верят в безоговорочную применимость теории Дарвина, начиная с нуля и по сегодняшний день. Хотя моя точка зрения, что Манфред Эйген показал, что теория Дарвина не всегда применима, она не была применима на ранних этапах эволюции. Ну, и по сути, она не применима сейчас, когда один-единственный биологический вид, человек, достиг такого уровня прогресса, что эволюция уже пошла не по дарвиновскому пути. Как и все научные теории, теории Дарвина имеют свою область применимости. Почему-то я не слышу это от наших популяризаторов. Я узнаю об этой проблеме от физика Фримана Дайсона. Может быть, конечно, я что-то не знаю, и специалисты в этой области скажут, что я фрик, и все мои размышления это фриковые теории. Возможно, так и есть. Фриковые теории